Это Альфа Пэй. Свобода платить так, как удобно тебе. Платите как удобно с Альфа Пэй любым смартфоном и получаете супер кэшбэк каждый месяц. Не просто выгодно, а Альфа выгодно. Привет, как дела? Как настроенницы? Погодка как? У нас ужасно лютая какая-то погода. Холодно. Плюс четыре, прохладный ветер такой промозглый, влажность и все, и капец. Просто на улицу даже выходить не хочется. Такая погода уже пару дней держится. Ощущение, что наступила, резко наступила осень. То есть была весна, все ништяк, и бах, короче, тут как-то резко наступила осень. В общем, как-то не очень у нас тут все. Вот думаю, раз такая делюга, может рвануть куда-нибудь. А, как думаете, ваше предположение, куда можно рвануть вот в такое время года? У нас, видите, еще не лето, а где-то в России еще зима. Ну, в Крыму, как у нас примерно, такая же погода всегда. Поэтому плюс-минус в Крым что-то ехать, как бы не зная. Хотя мысль неплохая. Надо подуть. Или рвануть туда, где снег. Куда бы вы поехали? Нажмите на паузу, напишите в комментариях. А мы проверим. В конце видео узнаем, куда рванули мы. Может, все-таки рванем куда-нибудь. Домой ребят зашел, позавтракал, смотрите. Хоть хотел вам показать, я все время забываю что-то. Смотрите, как у нас церковь строят. Вот ее начали строить, наверное, неделю буквально назад. Вот она уже как выросла. Но людей нагнали очень много. То есть тут не один человек работает. Их тут, наверное, человек 10, наверное, вот каменщиков работает. И они вот выкладывают сейчас пока еще стены. Очень интересно. Посмотрим, как все это потом будет выглядеть. Церковь прямо на глазах. В небо, ввысь растет. Красотища будет. Кто говорит, что у нас некрасивое место? У нас суперкрасивое место. Да вот как в той вот поговорке или пословице, как правильно-то. В окно смотрели двое. Да? Так и здесь. Я когда в окно смотрю, я вижу красоты. Красоты Анапы и Субсеха. А вы видите только... Ладно. Не буду говорить. Короче. Интрига подзатянулась, да? Я съездил. Полдня уже сегодня катаюсь. Съездил, в общем. Поменял резину. Обул зимнюю. Вот. Плюс у меня скоро ТО на машине. Купил масло, фильтра. Я все с собой приготовил в путь-дорогу. В общем, решились мы поехать съездить в гости к родственникам. Так что машинку я снарядил, заправил, подготовил. Все сделал. К дальней поездке она у меня готова. Вот так вот. По поводу шкафчиков написали мне, что испортил вид туда-сюда. Ну, наверное, не знаю. Если что, переставлю их. Но мне нравится. Может здесь просто шерму кромать движную сделать просто, чтобы она открывалась, закрывалась. Такую антрацитовую. Я почему еще все это сделал? Здесь просто, когда ветра, здесь просто задувает, как в трубу. Вот прям, ну реально, как в трубу дует. И вот с этой стороны я обязательно вот это вот все мероприятие я буду закрывать. Либо поликарбонатом, либо ворот стеклом. То есть я чем-то буду закрываться. Сегодня шел дождик. У меня все здесь мокрое. Все мокрое. Все забивает просто машину. Надо обязательно закрывать хотя бы вот эту сторону. И уже ветра так не будут забивать. Что? Что? Ходит, глазки строит. Что ты мне глазки строишь? По-напрасному ваешь. Зачем ты ваешь по-напрасному? Устрой ты себя охранником. Подходит просто к дверям и начинает ва-ва-ва-ва-ва. Нету никого, блин. Я понимаю, когда кто-то там потревожил ее покой. Просто вот ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Ва-ва-ва. Что к чему? В этот раз, короче, у нас будет новый маршрут. Проедете его вместе со мной. В общем, поедем не как обычно через Тихорецк, через Сальск. А в этот раз мы поедем по платной дороге. О, видите, все. Прибежал. Поедем на Воронеж. А потом уйдем. С М4 уйдем уже. А заедем в Ульяновск. У меня у Димы... Лиса, успокойся, пожалуйста. У меня у Димы мама живет в Ульяновске. Не у Димы плиточника, а у Димы бригадира. Вот. И мы обязательно заедем туда. К маме, к его. Дима там собрал посылочку. Маме передать. Так что... Немножечко мы... Петелечку сделаем небольшую. Зато заедем к Диме и маме. Завезем от него гостиницы. Вот такие вот дела. Но мы торопиться не будем. Мы будем ехать потихоньку. Переночуем. Первый раз. Ну, вот где-нибудь, например, в Воронеже, например, и заночуем. Потом вот как раз-таки в Ульяновске или в Самаре где-нибудь там нужно будет тормознуться. И все. И уже третья остановка уже будет у нас в пункте назначения. А ты нас жди. Сидит, подслушивает. Короче, день у меня пролетел. Уже вечер. Смотрите, какая красота. Идем с лесой гулять. Весь день дождь. Качер вот вроде бы тус-пробокс. Грязища у нас в субсейхе. Особенно там, где у нас накопали подгасты. Никто ничего не подсыпает. Всем плевать. Они там вроде бы как должны. Но, конечно же, никому ничего не обязаны. Типа после того, как они разрыли, закопали. Ну, отсыпать дорогу-то как положено. Щебень должен быть. Не. Грязь по колено, короче. Ну, я не хожу там, где грязно, где соседи не отсыпаются. Я у себя отсыпался. Соседям предлагал. Они не хотят, им не надо. Ну, и ладно, что. Пусть ездят и ходят по грязи. Сегодня Димас приезжал ко мне. Обратно начал выезжать. Как раз вот по той стороне, где не отсыпано. Забуксовал. Машину начал оттащить. Он кое-как развернулся. Говорит, это вообще, что это, как это. То есть, ну, пока сухо, нормально. Прям, ну, прям вообще все хорошо, нормально. Как только дождик, так все. Вот эту глину, реально, весь у всех, ну, скала до глина. И вот всю эту глину развозят. И дороги кончаются. Но ничего, нормально. Я же знаю, у меня же соседи-то хорошие, добрые. Такие ответственные. У них есть чувство самоуважения. Они же себя любят уважать. Поэтому по-любому они себе там дорогу тоже отсыпят. Каждый. Наверное. Ладно. Короче. Стартанем. Включусь еще. Кто, если угадал уже, куда мы едем, уже догадались, наверное, многие. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, куда мы едем. А я посмотрю, угадали вы или нет. Ребятушки, уже 15 минут шестого. Проснулись без пятнадцати. На улице сейчас плюс четыре, но потеплее уже, чем вчера было. Намного теплее. Вот, ну, по ощущениям я имею в виду. Мы загрузились. Тут посылки. Там, что у нас, вещи. Масло я с собой взял, фильтры. Все. Путешествие готово. Ну, извините, еще теми. Соспят. А мы погнали. Ты готова? Давайте расскажем, куда ты едешь, Алисинька. Я? Да. Я еду в Челябинск к своим родственникам. Я уже в предвкушении. Я очень не жду этой встречи. Эта встреча будет глобальной. Мама к нам приехала. Нас провожать. Начевать будет. Здесь будет жить теперь. Так как я с ними не виделась достаточно долго. Поэтому эта встреча для меня будет достаточно долгожданной. Ну, пригодились мне хорошо. Ты мой умница. Я этого очень давно ждала. Оделись все тепло. Давайте счастливой дороги вам прямо, чтобы все было хорошо. Спасибо. По-другому быть. Да, вы не позванивайте. Все будет обязательно хорошо. Будем всем смсить. Нам всем надо смсить. И папа, и Андрей, и бабуля. Ну, потому дорога-то не близкая, все равно будем переживать. И Дима сказал так, до Ростова доехали, позвонили. До Воронежа доехали, позвонили. Да, да, да. Все понятно? Да. Все, все понятно. Так что будем отзваниваться, все давайте. Все, все было. Пока-пока. Хорошо, буду вас ждать. Время уже без 5,7. Короче, заехали в КФС авто. Девчонки взяли пожеваться. Я кофе взял. Поэтому задержались и выехали только в 6 утра и за нах. До Краснодара осталось 100 километров. Мы проехали уже 72. Радует расход. Для такого мотора V-образная шестерка, 3,5 литра, 290 лошадей. Расход 9,7 литров, 10 литров. То есть, ну, такой вот. Но мы едем по прямой. Всю дорогу идет дождь. Как-то вот так вот. Конечно, когда едешь по горам, в гору, с горы, расход, конечно же, увеличивается. Но вот по прямой вот у нас расход больше 10,5 литров, но не получается. Меня это очень радует. Это классно. Едем я от дороги просто без ума. Смотрите, какая красота. Ну да, платка. Ну блин, это просто идеальная дорога. Сколько она стоит? Ну мы потом у Димы спросим. Там же на баланс вы просто закинули там пару рублей и все, и едем. Ну да. Если там будут кончаться до Воронежа, Дима скажет. Ну он вообще, эмоциональности приходит. Он знает, где мы едем, да? Он знает, где мы едем, да. Мы под контролем. И сколько стоит этот участок? Там каждый участок дороги определенная сумма денег стоит. Ну 200, 300, 400, да? Я не буду даже придумывать никуда. Мы потом Диме позвоним, он скажет и все. Ага. В любом случае, вот так ехать я поставил близконтроль, выставил среднюю скорость, и все, и мы едем, и все. Максимальная 110, да, по этой дороге? Да. Шикарно. Ну вот вначале, когда мы въезжали, дорожное полотно, мне что-то не очень понравилось. Ну как бы такое вроде ровное, но немножечко подзаезженное. А сейчас уже хорошее. Потому что мы двигались по правой полосе, а в правой полосе обычно двигаются. А, большие грузы, все, я поняла. Ну а сейчас едем, мне все нравится. Зеленые поля, смотрите. Зеленые поля. Посмотрим, что нас ждет в Челябинске. Не, ну еще мы будем в Воронеже, в Ильяновске, посмотрим, какая там погода. В Ильяновске уже будет зима, наверное, я так думаю. Да? Думаешь, прям снег лежит? Ну там шуба ходит, но я не знаю. Хотя это за Уральским хребтом. Ну, посмотрим, не знаю. Мне кажется, там еще зима. Нет, это бред, как за Уральским-то? Ульяновск уже ближе к Москве, там 800 километров до Москвы. Нет? Он ближе к Самаре. А, ну от Самары до Ульяновска 150, по-моему, километров, что ли? Да, рядом-то, 120-150, рядышком. Это так отель стилизован, что ли? Я ничего не поняла. Нет, выставка военных техник. Надпись отель. Ага, армия России. Хотите сходить? Да не, зайка, поехали. Нам еще долго ехать. Обалдеть, просто обалдеть. Ну, даже бронепоезд. А, ну, то есть KFC видишь? Да-да-да. Да, в общем, это как типа я, как это выставка? Музей. Парк Патриот называть. Парк, конечно. Парк, зайка, смотри. Парк Патриот. Макдак? Нет. Устал? Да не устал, я еду нормально все у меня. Че мне уставать? Давай, заходи. Ишти скзовки у меня помнили. Лация не работает. Че, че, то паниах много, декабы та антена не работает. Да. А, ты думай, че пусты. заехали на тубойл небольшой перекосик я чуть отдохнуть и дальше будет алиса у нас питается энергией солнце земля кушает дроники маркова по корейски а я цезарь салат взял не стал ничего выдумывать самое классное самое вкусное очень мне понравился вот вот тут неплохо так не вам конечно но нормально кушать можно это мы уже не доезжая воронежа километров 120 это альфа пэй свобода платить так как удобно тебе платите как удобно с альфа пэй любым смартфоном и получаете супер кэшбэк каждый месяц не просто выгодно альфа выгодно что хочу сказать ребята вам про там бог в общем у нас в анапе плюс 4 но если послужная погода и чуть-чуть ветерок чуть-чуть ветерок я извиняюсь просто отвлекся навигатор и у нас дубак вообще ну потому что влажность высокая сырость здесь же такого нету я вот вышел в одну и вот кофточку такой морозится чуть-чуть да нет никакого роста даже все это снега нету дождь вон идет комфортно да вообще плево все но мы на мост зайдем на мост нам развернуться с моста в обратную сторону а сейчас нельзя было сразу нельзя правила дорожного движения едины для всех несмотря даже на то что ночь ну может какая-нибудь шпионская вот ты говоришь ага я уже не снимала может а мы сейчас в обратную сторону проявляемся может какая-нибудь шпионская камера тебя заснять и все и капец ну да вон они висят но вот вчера лёша разговаривал с женщиной на ресепшене она так что-то ну да вам нравится а лёша прям в восторге рассказывает у вас такие дома старинные она так вам нравится пренебрежение какое-то так городу к своему мы конечно тоже иногда критикуем города в которых мы живем но но не прям не до такой степени если вот она старинная и ты понимаешь что такое уже сейчас не сделают то это прям вау а для нее это так далее тамбовом тамбовом как городом старинные архитектуры со старой архитектуры можно полюбоваться да да очень красивый он даже посимпатичнее вот архитектура поинтереснее чем в краснодаре до согласись она только какая-то необычная у него такие окошечки центр центр понимаешь он низкий он старый исторический центр да прикольный вот мы вчера прокатились мы видели всего две секунды но нам было достаточно чтобы у нас сложилось какое-то впечатление в краснодаре такого нету в краснодаре было грубо говоря деревня в которую напихали вот этих свечек многоэтажных но да там уже перенаселение перенасыщенность застройкой новой то и не в челябинске то же самое кстати на труда тоже все перестроили до новыми зданиями все разбавили служение тоже а здесь интересно там эти что слушай а там бог входит золотое кольцо нет я думала да посмотри я думаю а я сейчас не буду гуглить неудобно ну короче мы сейчас проедем немножечко через центр до зайка я для твоих зрителей местный старинный центр лишь старинный старинный останется ну все вот ребят тогда смотрите потому что показываем сейчас начнется частный сектор и тамбов в основном конечно вот то что мы видели это частный сектор и старинная застройка прям новых супер домов новых микрорайонов мы не увидели возможно мы до них еще просто даже не доехали уже наверно не доедем вот так там бовчане отпишитесь в комментариях а зрители кстати очень любят когда вот мы куда-то заезжаем как вы передаем город всем там они сразу и в моем городе были вы ехали по нашему лицам поэтому может быть кто-то живет вот здесь где нибудь домики и пишут всегда обязательно пишут что ребята заедите туда заедите сюда на проездом к сожалению вот прям там тащила на три вот эти вот красные кирпичные тут несколько вот таких игришь нету новых вот они что-то похожи но им лет двадцать ну они ухоженные красивые ну да нет я к тому что нет вот этой массовой застройки свечек вот этих вот такого я про это говорю конечно есть здесь дома новые но стоп от сто процентов люди же живут как-то развиваются достроить наверное свои дома частные может быть мне нравится что низенький такой городочек вообще обожаю низкую застройку вот таких я тоже люблю не вот почему она по например понравилось еще потому что с у всех почему я люблю ну что низкая застройка и город такой нормальный не сказать что миллионик да и 200 тысяч всего маната ну короче он такой не нравится ну вот смотри вот тоже наверно новое что-то данное это что-то промышленное да какое-то офисное здание завкон наследник вон написано а и здесь там бои очень любят твердый знак везде вот здесь цеха 1 номер 3 предприятие наследник южанова или в ждан не вижу я название короче какой-то наследник какого-то человека видимо очень известного в салоне да и он открыл магазин одежды для мамы детей сейчас мы с вами посмотрим то что за нас или вот она это выжаново наследник выжанова с маленькой буквы почему-то порядок товары для дома и дачи вот они вот она улица советская вот это архитектура которая ей не нравится кому ну про женщины ты говорила на ресурсе да не то что не нравится она так ну типа из энтузиазма а если вот их все привести в порядок все эти фасады они вроде не так ничего нет тяжело судить когда едешь в полутьме а если честно уже надо приводить да нет все хорошо чистенькие улицы смотри как красиво у них здесь грязюки вот этой нету размытых и здесь разрезать не надо привести в порядок но это видимо восстановление неподвижно это красиво да не ну классно классно мне нравится вот церковь которую мы вчера проезжали да сейчас вот это я на свой канал сняла это сейчас на лёша у нас же все-таки аудитория немножечко разная так что кто не увидел на моем смотрите на лёшину храм царицы александры вот это видимо элитный дом сзади стоит видишь мы вчера его не видели с тобой вот да вот он вот пожалуйста ты лишь вот-вот элитные дома пошли ну высокий дом в центре вот еще один да но это похоже вообще на какой-то не знаю что это такое такой фасад интересная да кафешка и дома то смотрите смотрите ну конечно из камня кирпича это все-таки уже не юг здесь саманные домики делать не будут вот смотрите посмотрите красота подсветка шикарная мне даже камера не фокусируется и сзади сзади смотрите а я вчера как можно вот этому не радоваться что мы проехали теле не понимаю другой стороны но это был самый центр ребята поэтому вот мы в самом центре сейчас были центре не бывает рио мне даже камера не фокусируется потому что уже я вот сейчас еду смотрю вас еще маха парк вот слева вот эти дома я вспоминаю челябинск проспект победы на теплотехе вот такие же дома на на кастринской в ту сторону в сторону вот ну как ехать где ты жил и дома но только не на этой стороне а на той стороне через 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 проспект победы ой ты чё ничуть не пролетел мы заговорил ну короче там вов прям классный еще одна смотрите спаса преображенский спаса преображенский собор слушайте как они здесь любят вот эти вот такие высокие ярусами до воздушные вообще смотрится просто бомбически я такое не видела уже давно да 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 в челябинске такого нет на юге такое я тоже не видела здесь прям ли сашу там ребятушки я так думаю что нам с вами надо ехать именно по золотому кольцу кстати там вов не входит золотое кольцо ты чё за никого решил в пять утра посмотреть мурашки пошли над тела на посетить да это место интересно очень красиво это ты сказал про золотое кольцо лёша поэтому те мурашки пошли это знак надо тебе съездить по золотому кольцу тем более нам что-то так это легко дается я смотрю да по платной дорожке по м4 и алиса тем более хочет да да алис давай-ка на лето запланируем на лето запланируем поездку но мы тоже заедем у нас там друзья живут в сергей посаде да ты чё забыла что смотри как красиво а а ну вот он там бог я тебе говорю по любому люди кто хочет жить поинтереснее не вот в частном секторе строить себе дома просто потому что смотри как вокруг самого там бога до низкая застройка и и много так алисинка солнышко доставай-ка ланч боксики давайте посмотрим что там нам положили геннадий смотри субботина проезжаем ночкинский совет соль совет соль совет соль совет хлеб да соль посмотрите какая красота еще здесь уже по-другому белая основа купола синие крыши очень красиво ребятушки мы в ульяновске в гостях у диминой мамы наталья ну давайте на две секундочку вот это смотрите это димина мама кстати очень похоже вы с димой вышли по улице я сразу говорю я этого димина мама точно очень родственники на такие как нас ученицы там вот черная смородина садовая синий тиранат такси на наталья никого вам пасибо вам большое за такой стол накрыли спасибо геныч мы сургут проехали не успела снять привет герычу передавая мы сургут геныч проехали а вы еще в шоке представляешь ребята все мы приехали в челябинск нас уже ждут нас встречает и того до места назначения сколько у нас получилось так это не то это общий у меня пробег сейчас подождите на 2 метре посмотрим 2854 километра мы проехали за два с половиной дня ну чё как тебе как твои первые впечатления но небо ты посмотри ясная погода сегодня классная по сравнению с ульяновском здесь намного как бы снега меньше все пошли мы пошли красный кострите небо синее нас или как встречает любимый салат маша уехала внуку псков андрюша 1 такую поляну накрыл еще картоха с курицей в духовке с мясом прости прости меня пожалуйста